Всем привет, друзья, с вами Вула, и так как в последнее время я прям, ну вот, не знал, чем себя занять, возможно, знаете, у вас тоже такое бывает, сидите за компом, игр дохрена и больше, а вот, вот, что поиграть не знаете. Вот, вот, с такими мыслями я решил подсесть на Кроссаут, и катал, наверное, уже месяцок практически, и сейчас поведаю, как играется Кроссыч в 2023 году. Начнем с простого. Кроссаут — это постапокалиптический экшен на бронемашинах в духе Безумного Макса, в котором вы вольны собрать из себя из самых разных деталей палку на въебалку своей мечты. И хоть из деталей большое множество, они уже заведомо предустановленных размеров и типажей. Да, вы их можете крутить, как вам думаете, прилеплять друг к другу как угодно, но получить абсолютную власть в строительстве и воротить все на свой лад, как, например, в робокрафте, не получится. Но при этом это и не мир танков, в котором танки, по сути своей, отличаются только количеством здоровья и длиной ствола. В Кроссауте разнообразия куда уж больше. Хотите крафт похожий на танк? Пожалуйста. Хотите невидимого милишного гонщика? Вуаля. Летающий дроновоз, шагающий арта, блядь. Вариаций просто множество. И тут, конечно, несомненный плюс. В Кроссауте вы найдете геймплей на свой вкус и цвет. Теперь давайте к самому геймплею. Суть самой игры разделена на две составляющие — PvP и PvE. Но они направлены все на одну цель — заработок ресурсов. Если вы не любите сражаться с другими игроками, милости прошу в игры с людьми против ботов и рейды. Но тут есть нюанс. Игры в PvE тратят бензин. Это аналог энергии в мобильных играх. А получить этот самый бензин можно в PvP, при условии, что на вашем крафте есть бочка, а лучше две. После битвы, если вы остались живых и на вашем крафте до конца битвы остались на месте эти самые бочки, вам нальют бензина. А также бензин можно купить на рынке у других игроков за внутриигровые монеты. Если вы подумали, что «вот, я не люблю играть против людей и меня заставляют», то, смею вас успокоить, для PvPшников всё то же самое. Некоторые ресурсы, такие как пластик или микросхемы, можно получить только в PvE. Ну и само собой на рынке. То есть и PvEшники могут купить какие-то товары на рынке, будь тот же самый бензин, так и PvPшники могут купить эти товары на рынке. Вообще, именно вокруг рынка и крафта крутится вся игра. Но о них чуть попозже. А вот сами по себе битвы в кроссауте очень быстрые. PvP бои длятся в среднем 1-2 минуты, PvE миссии против ботов минуту не больше. А вот рейду уже подольше. В зависимости от сложности занимает в среднем от 5 до 10 минут. Ну и, конечно, счёт сокомандников. Так что играть в кроссаут не напряжно. Это не катки в дотке по 30-40 минут. Но и каких-то сверхсильных эмоций от игры ждать не стоит. Победа либо поражение вообще не разнятся. Просто при победе вы получаете чуть больше ресурсов, чем при проигрыше. Вот и в основном на чём держится весь костяк игры. Ну а теперь самое интересное. Гараж, рынок и крафт. Тут я всё это объединил вместе, потому что это как бы такая одна синергия, которая влияет вот целиком и полностью на всё, что вы делаете. Тут вы будете проводить просто огромное количество времени, особенно над продумыванием эффективности вашей машины судного дня. Хотя вы можете и не думать, а просто воспользоваться выставкой и взять чертёж понравившейся машины и собрать её из доступных деталей. А вот получить эти детали можно несколькими путями. Основной и самый простой, это, как я сказал, покупка на рынке у людей. Детали в зависимости от результативности, редкости и производимого их количества стоят по-разному. Более того, одна и та же деталь может стоить в один день столько-то, а через недельку уже совершенно хер знает сколько. Может больше, может меньше, ну не поймёшь. В общем, динамическая экономика. Другой же способ получения — это крафт. И тут уже посложнее, потому что вам нужно нафармить или купить ресурсы. Подождать, пока скрафтятся. Сначала синие детали, потом из синих деталей других ресурсов сделать бирюзовые, а потом из бирюзовых фиолетовые, потом из фиолетовых. Ну, в общем, вы поняли. Вот такая вот прогрессия. И, разумеется, чем пизжет детали, тем больше ресурсов для её крафта понадобится. И, собственно, времени. А время вам нужно не только на то, чтобы заработать для этих деталей ресурсы, но и ждать какое-то время крафта этих самых деталей. Но это всё касается именно важных деталей. Кабин, оружия, вспомогательных модулей и ходовых. Но в игре есть ещё конструкционные детали, которыми вы придаёте внешний вид и увеличиваете прочность вашего крафта. Вот эти детали в основном получаются просто за опыт, который вы получаете, играя. Тем самым вы будете прокачивать фракции. Основная фракция у вас с механиков, и качается она по дефолту, постоянно. Но дополнительно вы можете выбрать ещё одну, которую вольны менять когда угодно. И менять вы их будете, потому что кроме того, что вы открываете разные конструкционные детали, крафт основных деталей тоже завязан на разных фракциях, потому что одна фракция производит одни детали, другая другие, третья третьи. И в общем и целом можно сказать, что это всё, что требуется знать о том, чем вообще можно заняться в игре. Играть, зарабатывать ресурсы, крафтить из них детали, или продавать, или покупать детали, делать из новых деталей новые крафты, зарабатывать на более редкие детали. Всё. Но. Это видео было бы слишком коротким, если бы всё было так хорошо и просто. А так как я ценю время и силы своих подписчиков, хочется сразу вам сказать, что действительно вас ожидает в игре. И это можно назвать чередой минусов, но это просто такие, скажем так, игровые условности. Возможно некоторые будут чисто субъективны, но всё же. Так как видео моё, то и судить я буду со своей колокольни. Ну что ж, погнали. Первые минусы, первое, что вас ждёт, это просто адский гринд. Сейчас буду расписывать всё по порядку. В среднем за победу в ПВП вы будете получать примерно 40 единиц металлолома. Давайте за основу возьмём металлолом, потому что другие ресурсы там по-разному даются. Проводов дают чуть меньше, аккумуляторов дают ещё меньше, меди там по-своему даётся. В общем, зарабатывать можно по-разному, но мы давайте возьмём обычный ПВП-заработок, обычного, самого главного ресурса, который вам понадобится вот прямо в избытке. Металлолом. Так вот, вы будете получать 40 единиц металлолома за победу, за поражение, ну, примерно 25. Досрочный выход из боя я учитывать не буду, потому что там вообще, ну, дают нам копейки. Если предположить, что вы играете с результативностью хотя бы в 50%, то за 20 игр вы заработаете 650 металлолома, а это, ну, примерно 40 минут игры. В среднем с поиском, загрузкой, боем и выходом из боя вы будете тратить, ну, по 2 минуты на бой. И это если играть нон-стопом. Кроме этого, вам ещё нужно заработать 130 меди в ПВЕ, а это ещё минут 6-7. Там, конечно, будут стопроцентные победы, так что вы получите по 20 спелочей меди, ну, где-то за 6 игр. То есть за 6 минут 130 меди. 650 металлолома и 130 меди вам нужно для того, чтобы скрафтить одну синюю деталь. Плюс ещё 15 минут на крафт самой детали. Я немножко ещё опустил, что вам нужно скрафтить белые детали, но это мелочи. Итого нужен только час времени, чтобы произвести одну синюю деталь. А то, чтобы сделать бирюзовую деталь, вам нужно уже две синие детали, ещё металлолом, медь, а также такие ресурсы, как пластик из средов и провода, на фарм которых нужен, ну, ещё примерно час. Бирюза уже крафтится 2 часа. На то, чтобы произвести фиолку, нужно уже 3 бирюзы. И если вы в день играете максимум часа 2-3, то производить в день вы будете только, ну, наверное, одну бирюзовую деталь, ну, и немножко, может быть, фармить для следующей. А вот на то, чтобы скрафтить фиолку, вам уже понадобится 3 бирюзы, а это 6 синих деталей и 6 часов крафта фиолки. Ну, опять же, ресурса для крафта фиолки там тоже чуть больше надо. А так как для крафта вы будете использовать далеко не одно оружие, вам, к примеру, нужны 3 фиолетовых дробовика, то крафт этих 3 дробовиков займёт у вас, ну, недели-две. И я даже не напоминаю о том, чтобы скрафтить что-то, вам сначала придётся прокачать фракции, потому что крафт детали одной фракции может требовать детали другой фракции, которая у вас, как у новичка, ещё не прокачена. Я бы не сказал, что это прям глобальный минус, в таких сессионках задротства это норма, но просто хочу предупредить, что вы понимали, что вас ждёт. А вот второй минус уже посерьёзнее, ибо всё то, что я сказал выше, касается вас только если имеется прем-аккаунт. Если же вы играете без према, всё это время увеличивается ещё процентов на 30, потому что с премом вы получаете на 50% больше ресурсов. Так что если за победу в ПВП вы получали 40 металлолома с премиумом, то без премиума вы будете получать всего 25-28 металлолома. И это уже гораздо серьёзнее влияет на гринд и его длительность. Фарм абсолютно любых ресурсов будет гораздо медленнее без према, чем с ним. Третий минус тоже касается према, ибо тут всё не так просто. Если вы думаете, ну, хер с ним, просто буду играть больше, хуй вам. Игра вам этого не даст. В неделе вы можете заработать только ограниченное количество ресурсов. Для металлолома это 6750, для медиа это 1050 и так далее. Там у каждого ресурса своё ограничение. То есть даже имея желание и возможность гриндить, как не в себя, игра вам этого не даст. И прем я тут упомянул тоже не просто так. Ведь те ограничения, что я назвал, будут только если у вас есть прем. Соответственно, без према ваш лимит в неделе будет ещё ниже. Четвёртый минус, и тут уже просто, как по мне, разрыв жопы, это баланс. Его просто нет. Суть игры в педобирстве. Для нешарящих это использование бездатых стволов на малых омах. И прикол в том, что, ну, вы тоже к этому придёте. Если вы думаете, что будете играть на высоких омах, нихрена. Суть крафтостроения — сделать максимально малый по ому крафт с уберпалками-нагибалками. Будьте уверены, что на 4-5к омах, где вы будете ездить в основном, ну, с синими стволами, максимум с бирюзой, будут разряжать папки с фиолками и даже легендарками. Это так называемые хрустальные пушки с огромным уроном и малым количеством хп. Казалось бы, баланс, но нет, потому что хп у них тоже достаточное количество, и своими пушками вам их, ну, долго отбивать. А до противника вы можете даже не доехать. Суть более дорогих стволов как раз-таки в том, что они наносят больше урона и имеют большую прочность, а прочность оружия — это очень важный показатель, потому что им отбить ваши пушки гораздо проще, чем вам их пушку. И пока вы доедете до такого противника на дистанцию выстрела, вам и стрелять там, может, будет уже нечем, потому что после его выстрелов он вам отсадит всё оружие. Допустим, вы будете с двумя синими пушками судья, чья прочность 320 единиц, и попройдётесь против человека с толстяком, а его прочность уже 830 единиц, но и урон его, соответственно, выше. Так это более равные условия, то есть дальнобойная пушка на дальнобойную пушку. Можно перестрелять. Но если вы на кувалдах, то, ну, всё, габелла. И это я даже не брал в расчёт легендарки, которых с 5К Ом начинает появляться всё больше и больше. Так что готовьтесь сталкиваться с педобирами вот повсеместно. Следующий минус — это меты. Каким бы разнообразием в пушках не пестрила игра, всё равно есть на определённых Омах билды, которые, ну, вот просто ебут без вазелина. К примеру, на 3К Ом очень много катается вот таких вот тройных курсовых пушек. Да и, в принципе, на самом деле, вот эти 3 белые пушки, они используются в очень огромном количестве Омов и постоянно. Единственное, только меняется, бывает, конструкция. На начальных Омах они катаются в основном на колёсах, потом дальше уже пересаживаются на ховеры, и так же само катаются с этими тремя пушками белыми и не парятся. Вот эти 3 Мстители — это вот постоянные, просто, не знаю, какая-то бесконечная мета, которая протягивается вплоть, там, ну, не знаю, там, до 9К Ом, наверное. И если там на более высоких Омах, им, конечно, посложнее, но на низких Омах это реально тащит, и отряд из таких по фокусу разбирает за залп, ну, практически любого. На 5К Ом меня уже по КД начинают бесить невидимые милишные дроновозы с кабиной бивень, которые увеличивают контактный урон в зависимости от пройденного расстояния. Я специально собрал бы на том Омикрафт, примерно там почти с 3К здоровьями, так это, блядь, тараном меня просто снизила до атомов. Ну вот никак от них не защититься. Если он на тебя прет, спасти тебя может только чудо. Если там как-то отвернешься, вывернешься и все. Приблизительно уже где-то на 7-8К Омах постоянно вот просто поголовно катаются одними навозчики. Просто вот чуваки с дамками ездят, вся карта усеяна минами, вся, сука, карта усеяна минами, никуда не проехать. И самый в чем прикол, ты их даже убить не можешь, потому что ты их не видишь. Они приехали, раскидали мины там везде, ну, ты бывает догоняешь их, конечно, но это быстрые крафты, которых особо не догнать. А такое оружие, как дамки, ну, то есть, соответственно, эти самые мины, это очень дорогое удовольствие. Одна дамка, по-моему, стоит от 2 до 2,5 тысяч монет. Так у него, блин, один этот крафт стоит дороже, чем весь мой склад. И таких вот пацанов в команде противника по 2-3 штуки. Да, конечно, у вас, может быть, тоже есть, но это не отменяет того факта, что это бесит и вас, и ваших противников, потому что этих мины укладчиков до хера. И метовые крафты есть везде, ну, я уверен. Если вы старичок красаути, можете написать в комментариях, какие метовые крафты вы любите, или которые, ну, вас бесят на каком-либо оме. Мне будет, на самом деле, очень интересно почитать. Хотя я сам уже тут за месяц примерно понял, что меня бесит. И это действительно я... Ну, ладно. Следующим минусом уже, наверное, для себя я выделил Battle Pass. Тут уже субъективно, но всё же, бпшников тут, во-первых, несколько. Это один основной долгий, и второстепенный месячный. Но при этом каждый стоит денег. Да, с каждого можно получить детали, которые вы можете получить и просто, играя, ну, покупать их на рынке. Так что покупать бпшники особого смысла нет. Просто ускоряет получение ваших первых легендарок или эпичных предметов. Но это просто пиздец, как дорого выходит. Чтобы купить прем-аккаунт и два бпшника, придётся выложить примерно, ну, 2к за месяц. Согласитесь, не для всех ценник. Но это не главное. Больше всего меня выбесило то, что, получая легендарный предмет в Battle Pass, мне его дают сразу улучшенным. И такой предмет я не могу продать на рынке. Для коллекционеров это, конечно, круто. Те, кто хочет иметь сразу улучшенный предмет, не тратя огромное количество времени на задротство. Но мне, например, вот Мунин нахер не нужен. И я бы мог его просто продать на рынке за пару тысяч тому, кто Battle Pass не покупал, но хочет эту деталь. А вместо него мог купить то, что мне действительно нужно. Если бы я знал это заранее, хер бы я потратился на этот бп. С нынешнего Battle Pass'а выдали 2 пулемёта, фиолетовый и жёлтый, 2 кабины тоже фиолетовый и жёлтый, и жёлтый генератор. И вот только, наверное, генератор и фиолетовая кабина Хуген действительно полезны, и реально мы не нужны. Остальные предметы я даже продать не могу. За что отдавались деньги? Ну, просто за мёртвый брус, который складируется в вашем складе. Поэтому совет, если вы хотите поиграть в игру и потратить деньги, сначала найдите на выставке те предметы, что есть в Battle Pass'е. Покатайтесь по полигону, посмотрите, как это стреляет, как работают перки, а потом уже решите, нужно ли это вам или нет. Я это понял на свои ошибки, и впредь буду очень осмотрителен в этом. Уже седьмой, вроде бы, по счёту минус, это снова ограничение. Если вы помните, игра ограничивала нас в фарме, но теперь ещё будет ограничивать нас во всяких заданиях, ну, тех же Battle Pass'ов. В том время, как я начал активно фармить БП, у меня очень быстро закончились задания, и фарм Battle Pass'а остановился, потому что в обычных играх Battle Pass фармится тем, что вы просто играете, а в Cross'а ЧБП фармится только заданиями, и когда они у вас закончатся, вы будете сидеть и сосать бибу. Вот вы хотите выформить как можно быстрее детали, которые, ну, может быть, действительно вас интересуют, но игра такая, подожди, остановись, подумай, как ты проживаешь свою жизнь, сходи погуляй на улицу. В общем, игра всячески заботится о вас, и всеми фибрами души говорит, не играй в меня. Что ж, ладно, с большего, я думаю, хватит, потому что дальше там минусы, ну, совсем незначительные и несущественные. И я, на самом деле, просто хер знает, как их объяснить. Например, почему некоторые синие предметы стоят больше, чем фиолки, а некоторые фиолки стоят больше, чем легендарки? Почему в стоимости предметов не учитывается, что колеса или ховеров тебе на крафт нужно гораздо больше, чем гусеницы или шнеков, но при этом цены на них почти одинаковые? Зачем существует несколько перезовых генераторов, если один из них меньше по размерам и весу, но при этом дает столько же энергии, а по умам стоит так же? Зачем ограничения на чертежи? Зачем ограничения на размер склада? Почему в PvP боях играют боты? И даже если играют, почему они разных типов крафтов и ома? Очень часто в твоей команде боты это прям, ну, боты, а во вражески настоящий искусственный интеллект со встроенным аимом. Почему, если командник вышел из боя, он покидает отряд и нужно звать его заново постоянно? Почему отряды просто расформировываются без каких-либо причин? И много-много-много всяких мелких вопросов, которые можно было задать, но не мне это делать, мое дело малое. Я не такой прошаренный в красауте, как многие играющие уже у него не первый год, и еще не знаком с клановыми боями, потому что там тоже есть свои нюансы, но туда, вот, кстати, в клановые бои, это тоже отдельная тема, что туда, чтобы попасть, это, во-первых, вам нужен нормальный склад, какие-нибудь нормальные крафты, которые могут нормально играть на КВ. А это, поверьте, как для новичка, у вас случится очень нескоро. Ну, а пока что разрешите вынести вередикт. Если вы хотите прийти вечером, зарубиться в быстрой покатушке на самосозданной технике с разными видами вооружения и разным геймплеем, то эта игра определенно вам зайдет. Кроссаут простой, ненавязчивый, играть многие годы вы можете, не вложив в игру ни рубля, но идти к своим целям вы будете очень долго и терпеливо. Ну, а если вы хотите все, да побыстрее, то готовьте раскрашелиться, задротить по 8 часов в день, как не в себя, ну, а игра со своей стороны предложит вам кучу всяких режимов, ивентов и прочего. Игру поддерживают активно, постоянно что-то бафают, нерфят, мета меняется, билды меняются и постоянно добавляются какие-то новые ивенты, так что поиграть будет во что, будет на чем и будет с кем. И кто знает, может быть в каком-нибудь недалеком будущем игра переместится на постоянку с земли еще и в небо. Но на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео, надеюсь, оно было для вас полезным. Но чтобы не пропускать новые видео, также стримы, которые идут почти каждый день, подписывайтесь на канал, Twitch, Trovo и играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.